Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. В нескольких домах Барнаула провели энергоэффективный капитальный ремонт. Жители утверждают, что после такого капремонта оплата коммунальных услуг стала меньше, чем у соседей. Почти 700 алтайских изданий принимают участие в конкурсной программе литературного фестиваля «Издано на Алтае». Он проводится в регионе уже в 16 раз. В Барнауле впервые состоялись соревнования по сборке пазл-карт. Нужно было собрать карту Российской Федерации, соединяя каждый регион. Как с этим справились алтайские школьники? В Алтайском крае в 2020 году 120 тысячам граждан продлили социальные выплаты без предоставления документов. Об этом сообщила министр социальной защиты края Наталья Оськина на итоговой коллегии регионального Минсоцзащиты. В заседании принял участие заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко. В прошлом году в период ограничительных мер одной из ключевых задач ведомства стала поддержка населения, особенно семей с детьми, пожилых людей и инвалидов. Впервые на федеральном уровне приняли решение о продлении значимых для граждан социальных выплат без предоставления необходимых документов. Это субсидии на оплату услуг ЖКХ и ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, а также региональное пособие на ребенка. Без документов социальные пособия продлены порядка 120 тысячам получателям. Бюджетом края на сегодня министерству предусмотрено на уровне прошлого года 29 миллиардов рублей. Из них 25 миллиардов рублей мы направим жителям Алтайского края в соответствии с нормативными документами, в соответствии с их статусом. И, конечно же, будем продолжать работу по активной поддержке малообеспеченных граждан, по преодолению бедности. В Барнауле вновь обсудят вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Прошлый год принес жителям края финансовые трудности, поэтому введение новых тарифов отложили. Глава города Вячеслав Франк еще не принял решение о новых ценах. На подготовку документов понадобится не меньше двух недель, поэтому неожиданно тариф не изменится. По прогнозам, это может произойти в апреле. Для справки, за последние несколько месяцев проезд подорожал в соседних городах – Горноалтайске, Новосибирске, Томске и Новокузнецке. В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ. По итогам минувшей недели зарегистрировано почти 20 тысяч случаев респираторных инфекций. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, это на 16% выше эпидпорога. Причем большую часть заболевших составляют дети до 14 лет. При лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция негриппозных вирусов. А вот случаев гриппа не выявлено. Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив. Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний. Можно ли экономить на лекарствах без вреда для здоровья и кошелька? Это выяснил мой коллега Глеб Полянский. В Барнауле открылась новая аптека «Живика». Подробности в сюжете. Цены на лекарства могут быть выгодными. И это не теория, а уже свершившийся факт. В Барнауле на улице Попова, 76, открылась первая аптека «Живика». С начала работы новая аптека предлагает скидки до 15%, более чем на тысячу товаров. А с 17 февраля по 2 марта многие популярные препараты в новой аптеке можно купить со скидками до 40%. «Живика» – одна из крупнейших аптечных сетей в России. Каждый месяц здесь делают покупки более 2 миллионов покупателей. За счет больших объемов продаж аптечная сеть «Живика» может обеспечивать постоянные скидки до 15% на многие товары. При этом качество препаратов в аптеках «Живика» соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации. Все товары имеют необходимые сертификаты и хорошие сроки годности. На лекарствах можно и нужно экономить. Приходите в новую аптеку «Живика» на улице Попова, 76 и приобретите лекарства по удивительно низкой цене. Так, например, кардиомагнил в новой аптеке стоит 165 рублей, а назальный спрей «Риностоп» можно приобрести всего за 65 рублей. Кроме скидок до 40%, новая аптека «Живика» дарит каждому покупателю карту клиента и начисляет на нее 100 рублей бонусами за первую покупку. Новая аптека «Живика», улица Попова, 76, телефон 42-80-03. Площадку для общения и дискуссий «Лица Алтая» открывает молодежное правительство Алтайского края с 19 февраля. Первая встреча пройдет для студентов Алтайского госуниверситета. Они смогут открыто пообщаться с экспертами на интересующие их темы. В этот раз площадку посетят депутат Госдумы Российской Федерации Данил Бессарабов и директор юридического института Антон Васильев. Цель проекта – отдать возможность молодежи высказаться и найти ответы на интересующие их вопросы. В этом им должны помочь эксперты, которых будет привлекать на встречи правительство. Наша задача не создавать площадки, куда мы будем заставлять приводить молодежи и разных людей. Наша задача – создать импульс для того, чтобы люди сами хотели приходить к нам в проект и общаться. Это будет и цифровое общение, прямые эфиры в социальных сетях, либо записи интервью, видеороликов. Это будет и живое общение, которого нам так не хватало из-за пандемии. С 2019 года молодежное правительство проводит занятия для школьников по всему краю. На них молодежь обучают навыкам, которые помогут ей во взрослой жизни. Это решение конфликтов, финансовая грамотность, профориентация. Ребятам помогают саморазвиваться, налаживать общение с одноклассниками и родителями. Занятия проводят по запросу. Если у вас есть вопросы и желание встретиться с экспертами, вы можете написать молодежному правительству в социальных сетях. И продолжаем выпуск. В Барнауле впервые прошли соревнования по сборке пазл-карт. Знание географии, истории участникам очень даже пригодилось. Собрать карту Российской Федерации, соединяя каждый регион, как выяснилось, задача непростая. Продолжит Дмитрий Дроздов. Задача участников по сборке пазл-карт очень простая. Из регионов собрать карту Российской Федерации. Мы с вами обратимся сейчас к немножко маленькому масштабу. Поменьше возьмем разбросанную карту Алтайского края. Задача участников очень простая. Ищем, давайте, вот Барнаул в центре и близлежащий город. Это, я так думаю, Новоалтайск, Первомайский район, еще неподалеку. И задача участников вот таким образом соединить каждый регион, каждый город, чтобы уже в конце получилась полноценная карта Российской Федерации, ну или в моем случае Алтайского края. Соревнования по сборке пазл-карты Российской Федерации собрали 8 команд участников. 7 из Барнаула, 1 из Заринска. Для Алтайского края такой турнир проходит впервые. Но будет дальше развиваться. В будущем мы такие мероприятия будем проводить по всем управленческим округам, которые уже и будут являться отборочными этапами краевых соревнований. На пазл-картах изображены субъекты нашей страны. Их нужно соединить. Участники были ограничены во времени 60 минут на сборку. Такой метод позволяет развивать пространственное мышление и лучше узнать структуру регионов России. Один из участников, Алексей Изрюмов, из поискового отряда «Высота» поделился. За счет чего можно выиграть. В какой-то степени интуиции, в какой-то степени везением, в какой-то степени просто какими-то обычными знаниями, которые дают нам на уроке географии. Для меня, для нашей команды это было, конечно, сложновато, но не сказать, что это сильно сложно. По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда «Эдельвейс». Вторая «Высота» и третья «Память». А в личном зачете золото выиграл Алексей Изрюмов. Серебро Екатерина Александровна, ну а бронзу забрала Виктория Александровна. Дмитрий Дроздов, Сергей Балуев. Новости. Генеральный директор и тренер спортивного клуба предстанут перед судом. На них заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей. По данным следствия, с 2016 года генеральный директор организовал в спортивном клубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с детьми тренеров, не имеющих спортивной и профессиональной квалификации. Тренер по батутной акробатике сам придумывал программу занятий, которые не соответствуют стандартам и нормам данного вида спорта. В результате травмировались четверо детей. При тренировках на батуте они получили травму позвоночника и перелом руки. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором-обвинителем заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. С гибелью рыбы борются в Алтайском крае с помощью аэрации. Это искусственное насыщение воды кислородом с помощью специальных установок. Его недостаточно в зимний период из-за толстого слоя льда. Какие решения находят пользователи водоема в крае, смотрите в следующем сюжете. Эта уникальная для Алтайского края установка работает без электричества и топлива. Она насыщает воду кислородом зимой, чтобы предотвратить замор, гибель рыбы и других обитателей озера. Предприниматель из Аллейского района Иван Белоруков заказал ее у местного мастера за 20 тысяч рублей. Установил на озере Приятельское, где разводит раков. Аэратор устроен просто. Ветер крутит лопасти, а они трехметровый шнек, погруженный в воду. На его конце два закрепленных винта. Я его заказывал, то есть увидел на видео в Ютьюбе, на северах пользуются такими, у нас здесь их не видел. Он для того, чтобы создать циркуляцию воды в заморное время, то есть зимняя, как правило, это вторая половина зимы, для того, чтобы нижние слои воды смешивать с верхними, то есть теплые с холодными, и, соответственно, это помогает размывать лед сверху, то есть дает дополнительный доступ кислорода в водоем. Делается это для того, чтобы минимизировать потери при заморе. В феврале лед становится слишком толстым, солнечный свет не достает дна. Водоросли перестают вырабатывать кислород, который необходим водным обитателям, особенно ракам, донным животным. Даже 20% потери при заморе – большие убытки для предпринимателя. А иногда этот показатель может достигать и 80%. В нашем регионе традиционно используются бензо- и электроаэраторы. Но сейчас, по словам специалистов, это не актуально. Во-первых, все эти водоемы, как правило, далеко от населенных пунктов. Соответственно, это проблематично само по себе. Ну, плюс срабатывает человеческий фактор очень много. Поэтому, может быть, одно из единственных направлений – это разработка, установка и определение эффективности именно ветровых установок. Всего в регионе 96 промысловых водоемов и 28 рыбоводных. Их пользователи совместно с Минприроды края круглый год ищут решения для предупреждения заморов. Определяют последствия зимовки и уровень кислорода. На этой неделе ветровую установку должны привезти и на озеро Большое Островное в Мамонтовском районе. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. И продолжаем выпуск. В прошлом году в нескольких многоквартирных домах Барнаула провели энергоэффективный капитальный ремонт. Отремонтировали инженерные системы, заменили приборы учета, установили автоматические тепловые приборы и счетчики. Жители дома номер 106 по улице Попова отмечают, что после капремонта в их доме оплата коммунальных услуг стала меньше, чем у соседей. После той температуры, которая была, извините, 29 градусов и открывали все окна и отапливали улицу, естественно, сейчас они просто не привыкли к температуре 23-24 градуса. Допустим, когда были минусовые слишком большие температуры, то тогда, конечно, мы прибавлялись хорошо, батареи горячие были, и в квартирах теплее становилось. А на данный момент на улице немножко потепление, батареи чуть-чуть потеплее, то есть попрохладнее становятся, но этого как бы не чувствуется. Собственники многоквартирных домов, которые принимают решение об установке необходимого оборудования для повышения энергетической эффективности, копят деньги для ремонта на специальных счетах. Эти средства могут быть частично возмещены фондом содействия реформированию ЖКХ. Предоставленная финансовая поддержка достигает 80%. То есть там, где у нас наибольшие потери по энергоресурсам, это отопление наибольшей затраты, водоснабжение, электроснабжение. И те мероприятия, которые могут эти затраты снизить. То есть мы можем поставить погодозависимое оборудование для того, чтобы дом потреблял меньше тепловой энергии. Можем утеплить фасад, чтобы дом тратил меньше энергии через стены свои. Можем утеплить чердачные перекрытия, чтобы меньше тепла выходило через крышу. Можем снизить затраты на электроэнергию. То есть установить регулируемые осветительные приборы. И к другим темам. Почти 700 алтайских изданий принимают участие в конкурсной программе ежегодного литературного фестиваля «Издано на Алтае». Он проводится в регионе уже в 16-й раз. Церемонию открытия в краевой библиотеке имени Шишкова посетил мой коллега Глеб Полянский. О лучших краевых издательских проектах минувшего года в его сюжете. Действующие санитарные ограничения не помешали насытить программу фестиваля интересными событиями. Их запланировано более 70 на площадках 23 библиотек Алтайского края. Это встречи с авторами книг, презентации новых изданий. Например, книги об известном алтайском писателе, публицисте и краеведе Александре Родионове. В онлайн-формате в марте желающие смогут встретиться с московским литературным критиком Галиной Юзефович. Радует изобилием и книжная выставка изданий «Увидевших свет» в минувшем году. И вот в этом году на выставке, в том зале, в котором мы с вами находимся, представлено 696 экземпляров новой литературы, которая была издана за 2020 год. То есть мы видим, что издательское дело продолжает идти стабильно, и книги издаются по самым разным номинациям. Особое место среди изданий прошлого года занимают книги проекта «Алтай. Судьба эпоха». Они изданы на средства краевого бюджета. Одна из них посвящена известному алтайскому просветителю и общественному деятелю Василию Штильке. Именно благодаря нему в конце 19 века в Барнауле была создана общественная библиотека. В книгу вошли некоторые малоизвестные для широкой общественности факты биографии Василия Константиновича. Очень часто натыкался на фамилию Штильке, когда читал отчеты полицейские, жандармские, потому что за ним следили. Он был под надзором полиции постоянно. Он был основателем общества попечения в начальном образовании. По его инициативе был построен Народный дом. Это здание нынешней филармонии. Он был вообще очень активным человеком. Он избирался в городскую думу гласным, избирался в Государственную думу и очень много публиковал статей в сибирской прессе об Алтае и об Барнуле в частности. Закрытие фестиваля, издано на Алтае, состоится 31 марта. Тогда же наградят и победителей конкурса «Лучшая книга Алтая-2020». А пока все желающие могут ознакомиться с изданиями на выставке в Краевой библиотеке имени Шишкова. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. А теперь к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтая» начали серию игр против «Кристалла» с уверенной победой. Игра проходила на равных, однако гости по броскам в створ были лучше. На этом матче результативность решила все. Как итог, победа хозяев 4-0. Второй матч в серии состоится сегодня в 19.00 на Титов-арене. А вот матч между баскетбольным клубом «Барнаул» и «Динамо МГТУ» из Майкопа не состоится. В связи с тем, что команда гостей не прилетела в Краевую столицу. В настоящее время подробности уточняются. Следующий матч «Барнаульцы» проведут 21 февраля против Ставропольского «Динамо». Игра состоится в 17.00 в спорткомплексе «Победа». И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Анастасия Борисова. Анастасия Борисова. Анастасия Борисова.